Мы переходим на работу с возражениями. У нас работали под возражениями сразу три человека. Они очень хотят нам все рассказать. И я думаю, что начнем на теорию. Вы все переходите тоже на этап. Работу с возражениями. Хорошо. Этап работы с возражениями. Если мы подошли к этому этапу, то это уже определенный успех. Потому что если человек не готов купить, то к этому этапу мы не подошли с вами. Поэтому что такое возражение? Когда мы слышим какое-то возражение от клиента, это значит, что он у нас запрашивает дополнительную информацию о товаре, для того, чтобы убедиться, что ему эта вещь действительно нужна. Он как бы просит у вас, убеди меня купить. И мы должны дать последний толчок ему для покупки, чтобы он уже пошел к кассе. Нужно выслушать обязательно возражения. Эмоционально желательно никак не выражать свое несогласие. Потому что иногда возражения бывают не очень лестные. И переспросить его. То есть я правильно поняла, что вас смущает то-то, то-то. Что вас смущает состав ткани. И ни в коем случае не говорить отрицательных каких-то фраз. Нет. Я не согласен. Да не может быть. Или вы не правы. И ни в коем случае говорить так нельзя. Нужно согласиться и привести конкретные доводы на возражения, которые у покупателя есть. Выгвлены и в стандартах приведены три самые распространенные возражения, с которыми вы сталкиваетесь в работе. Это возражения по качеству товара, возражения по цене и возражения по стилю, либо бренду, может быть, посадке, конструкции и так далее. Информация по возражению подается в сжатом виде, в форме каких-то тезисов. То есть не нужно из этого делать какое-то событие. Нужно стараться, скажем так, его перескочить и, возможно, в конце своего ответа задать встречный вопрос. Чтобы человеку увезти от этой темы. Если у человека нет конкретного возражения, но он сомневается, можно, наоборот, подтолкнуть его и спросить, а что конкретно вас смущает? То есть если вы не зададите, он, может быть, молча положит, а то вещь и уйдет. А вы это возражение услышите и на возражение дадите ответы, скажем так, покупка завершится. То есть у вас все равно есть шансы покупку завершить. Поэтому обязательно нужно задавать этот вопрос. После отработки возражения продавец обязан уточнить, удовлетворен ли его запрос. То есть не правда ли, да, можно какими-то такими фразами, которые будут подтверждать его согласие. В случае, если возражение не снято, консультант приходит в дополнительные доводы. Допускаются различные темы и перевод обсуждения на наиболее сильные стороны свойства и выгоды. То есть вспоминаем то, что было в запросе при выявлении потребностей, что важно. И, ну скажем так, при работе с возражениями конструктивно бьем именно по вот этим точкам. Ну, я могу сказать, Анна, что вам пора остановиться без тренеров. Я не знаю, зачем вам, грустно говоря, управлять, да, потому что я так сидела и думала, что я вообще здесь делала. Дима, я вас научилась, спасибо, я не переживала. Нормально, так, все, подозначь информация хорошая. Теперь нам с вами нужно отработать, потому что у нас с вами есть ключевые фразы. Возражения. А ключевые фразы кто отрабатывает? Ну, мы хотели в виде сценки и качество, и цену обыграть. Вы про свое фразы. Да, да, пожалуйста, не про фразы. Смотрите, мы с вами видим, мы две разновидные фразы. Фразы нет, фразы нет, фразы нет, фразы нет, фразы нет. Фразы нет, фразы нет, фразы нет, фразы нет. возражение по качеству и возражение по цене все в одно место а теперь давайте своим подъемом вот вы сейчас видели сценку и мы с вами понимаем что первое возражение которое вы услышали оно было по цене или по качеству цене по качеству назовите мне те аргументы которые сказали с целью отработки этого возражения застав ткани дальше шов еще уход еще то что эксплуатация мяться не будет еще фурнитура качественная фурнитура 5 составляющих основные которые она была при работе по качеству потом было возражение по цене скажите пожалуйста какие аргументы по цене вы услышали опять состав опять шоу шоу опять изготовление сроки эксплуатации гарантия качества сертифицированный смотрите вот для меня сейчас важно чтобы вы поняли что по цене что по качеству аргументы идут одни и те же но они подаются под тем углом который в этот момент хочет слышать клиент понимаете они могут всего лишь навсего меняться по ротации по распределению того значимости которую вы говорите аргументы одни и те же очень часто люди боятся начинают по цене например говорит да нет это недорого как еще а на самом деле качестве того может быть дешевым и соответственно который стоит прилично он тоже не может быть он уже сходит из качества поэтому вот это все наоборот поэтому когда вы рассказываете всегда помните своих девочек учите что работа любое возражение когда люди возражают скажите какой вот как только начинают возражать что вы должны сразу понимать и своим подчиненным это говорите с ними за спорте согласно но самое главное когда ведь возражение когда была неправильная презентация неправильно были на потребности тут у города не так сделано но если люди возражают он хочет купить но он сомневается поэтому им просто-напросто не хватает аргументов для покупки и очень часто они сначала говорят по качеству я вот сомневаюсь а вы подают мне или нет я все время в машине а у меня там сильно мнется ведь начинают придумывать как будто ищут как будто не хватает аргументов для того чтобы вот сказать себе да вы все вы его погладили вы сказали все по качеству потом и начинает спрашивать сколько стоит больше так дорого да и по вашему счету они от вас опять что хотят убеждение они хотят чтобы им опять давали информацию заметьте большое большое очень большое количество людей быстро информацию обрабатывать не могут во-первых они всю не слышат и поэтому часть информации которые вы дали она у них скачет сквозь они не запомнили и поэтому они начинают возражать и говорить вам вам приходится одно и то же повторять говорите ну зачем вы даже думаете что не надо повторять поверьте а надо но худой конец другими словами но все об одном и том же во всем во всех возражениях ваших клиентов часто бывает такой вопрос страна изготовитель и компания какая вы компания российская или зарубежная потому что само название говорит о том что вы какая компания и меняется то что более выгодно компания сказать что вы и говорите ваша задача сейчас за 2 минуты дать презентацию вашей компании ваш компания как какая компания за какой-то продукт выпускается и соответственно почему качество будет высокая сама компания за это отвечает вот пожалуйста четыре утверждения которые даст характеристику вашей компании и как составляющую вашего продукта две минуты на подготовке начали